Адекватный человек никогда не причинит боль живому существу. Интересно, а как назвать того, кто сотворил такое с живой собакой? Никто не знает, кто поступил так бессердечно с доверчивым существом и почему он это сделал. Может быть, собака надоела недобрым хозяевам или просто попала в руки садисту. Как собака после этого сможет довериться человеку, непонятно. Шаню отвезли на пустырь и оставили там привязанной, перевязали морду скотчем, чтобы не лаяло и не выло, и никто не нашел там собаку и не смог ей помочь. Собака не могла двигаться. Три недели она провела привязанная и беззащитная, не способна была даже попросить помощи. Все три недели она не ела и не пила. Каким образом она выжила, это остается загадкой или каким-то чудом. Но, видимо, свыше решили, что собаке рано умирать и послали ей помощь. На пустыре оказались люди. Они-то и освободили собаку и отвезли в ветеринарную клинику. К тому моменту шансы на то, чтобы выжить, были близки к нулю. Шаня была крайне истощена и обезвожена. Ее челюсти были сведены, лапы подкашивались, голова отекла, мышцы атрофировались. На месте скотча были разрушенные ткани и все-таки она дышала. Усыпить собаку, которая так долго боролась за жизнь в одиночестве и ждала помощи, врачи не смогли и стали бороться вместе с ней. Ее не оставляли одну ни на минуту, а она собирала последние силы и виляла хвостом в ответ. Благодаря интернету ей сопереживали и помогали множество людей из разных стран. Переводили деньги на лечение, доставали лекарства, сидели вместе с ней в клинике. Шли недели и месяцы и Шаня превратилась в холеную собаку, обаятельную хулиганку. О прошлом напоминает только небольшой шрам на морде, след пластической операции. Эта удивительная собака и сейчас живет в клинике среди тех, кто подарил ей жизнь. Мы благодарны вам, неравнодушные люди. Спасибо вам от всего сердца, что не проходите мимо, что среди вас есть много добродушных людей. Вы поступаете очень правильно и пусть нас будет больше тех, кто имеет сердце.